Всем привет! С вами канал Календарь и Баловы. Меня зовут Алексей. Сейчас конец ноября. Последние две недели шли дожди. Но ночью заморозков практически не было. Я решил, почему бы не прогуляться по лесу и посмотреть, есть ли сейчас грибы. Столь поздней осенью. Посмотрел прогноз погоды. На завтра обещали. То бишь на сегодня. Облачно. Плюс 6 без осадков. В общем, в очередной раз я убедился, что метеоцентр это бесполезная организация. Вот такая вот картина меня ожидала сегодня утром. Поэтому сегодня займусь домашними делами. Но завтра, если растает снег, то проедусь в лес, посмотрю, есть ли грибы. Солнечная панелька. Ягодица и дома. Ну вот, готово. Резервный аккумулятор будет всегда заряженный. Резервный аккумулятор будет всегда заряженный. Резервный аккумулятор. как видите мы подготовлены ко всем невзгодам есть и дровяной котел и электрический в смысле газовый который работает без электричества газовый который работает турбированный с электричеством есть электрический на тенах переживем мы все тяготы да в такое время года я еще ни разу не ходил по грибы я погодка немного наладилось солнышко даже вышло градусов 6 тепла там речка внизу я зашел в лес сейчас посмотрим будет ли что-то есть какие-то паночки вот много старых уже испорченных грибов никто не собирал очень много интересно для грибов лучше когда они вот так остаются и перегнивают либо когда их срезают я сильно в грибах не разбираюсь похоже вот эти испорченные это были съедобные типа для маслят крупные не знаю кто знает поправьте меня я думаю это были маслята переростки даже если хороших грибов не найду все равно прогуляться по лесу никогда не вредило сосед мне говорил что грибов очень много вот кажется я что-то нашел точно ну ка ну ка хороший не знаю не замерзли ли они ночью может и было небольшой минус вроде такой плотники хороший забираю еще кто знает правильно гриб выкручивать или все-таки срезать этот испорченный совсем плохой шляпка и шляпка червивая ничего я здесь всего несколько минут и уже нашел один грибочек хороший вот еще один тут тоже испорченный тут целая полянка не знаю буду выкручивать а вы меня в комментариях поправьте как правильно делать срезать или все же выкручивать вот такие хорошие плотненькие я так понимаю это польский еще по моему малыш опа иди сюда попался пахнет вкусно пахнет вкусно этот лет конечно грязный он сильно посещаемый много людей сюда приезжают на рыбалку и погребы но и бочку все равно много как трещат ух ты старенький тут уже его разрезал червивые совсем маленькие еще только растут странно я думал по такому морозу уже по холоду не будут появляться новые молодые это кажется сыроежка я такие не ем вот какой малыш прямо сквозь лед пробился снег пузатенький пузатенький ни хрена себе не знаю стоит ли сюда подходить тут появилась штука она разорванная уже так вот такие вот грибочки прилетают знаю из чего это почему она полностью не разорванная потому что она сверху была взорвана да как-то уже не по себе стало перехотелось собирать грибы пришел в лес отвлечься тут такие подарочки грибов много прямо возле ракеты вот такие вот красавчики это даниловой червилый этот хороший вот такой а вот уже вот еще два малыша РС семейка да уже в основном червивые грибы прикольно какое-то Мало кто собирал в этом году грибы, поэтому и конечно так много. Полетел. И вот такой подпорченный, червивый весь. Эти вроде хорошие, тоже я не чумаю. Глядишь на сковородку насобираю. Здесь лес горел. Гребочки уцелели, эти вообще хорошенькие. Еще два. Плохой. Да, на каждом шагу. Если бы чуть раньше до морозов, наверное, они не были такие в большинстве своем испорчены. Но много и хороших еще попадается. Вот эта красота. Плотненький, целый. Где-то еще видел. Плотненький, целый. О, покрупнее. О. Плотненький. Вот еще воронка минометная пролетела. Да, давно я не помню, что такое количество грибов было. Гольно. 15 минут уже на сковородку есть. Пожар был. Сейчас зайду в молодой сосновый лес. Посмотрим, что там есть. Тут кто-то есть. Эти уже испорчены. Уже вышел из молодняка и увидел таких красавцев. Маслята. Точно. Они такие маслянистые. Ну-ка. Оп. Такое. Вроде еще живой. Посмотрим. Опа. Этот уже подпорченный, к сожалению. Да, похоже на то, что грибной сезон уже закрыт. Много порченых грибов. Снег лежит уже. Не совсем грибная пора. Ну. Хоть так разочек вырвался. По грибы. Сейчас найду какой-нибудь пенечек. Присяду перекусить. Попить чайку. Один мой подписчик. Его зовут Виталий. Он прислал мне посылка и очень много полезных вещей. для туризма, для землянки, походов. И вот одну из них я взял с собой. И хочу протестировать. Вот такая мини печечка газовая. Походная. И вот на ней я сейчас попытаюсь нагреть себе чаю. Скипятить. И проверю как она работает. Вот такая вот интересная. Штучка. Можно даже ставить кастрюльку, сковородку. И вот баллончик. Ну вот собирается моментально. Достаю кружку. Кружка. Как раз по размеру получилось. Налью водички. Открываю подачу газа. Пьеза поджига с первого раза загорелась. Пока все хорошо. Сейчас посмотрим, насколько быстро закипятит кружку воды. Удобнее было регулировать. Регулировать. Не знаю насколько хватит баллона. Я такими еще не пользовался. Когда проверю расскажу. Водичка быстро нагревается. Уже появляются пузырьки. Не прошло и пару минут и вода уже закипела. Сейчас заварю чай. Замечательная горелка. Мне очень понравилась. Спасибо Виталию за подарок. Буду ее брать с собой в походы. В землянку. В землянке не нужно будет топить печь. Из-за кружки чая. Или небольшой тарелки супа. Очень удобная. Небольшая, легкая. Не рекламирую, но уже рекомендую. Вот такой грибной улов сегодня получился. Сегодня будет жареная картошечка с грибами. Немножко прогулялся. Отдохнул, подышал воздухом. Буду собираться в обратную дорогу. Может еще по дороге что-то найду. Я уже говорил, что этот лес довольно сильно посещаем людьми. Здесь недалеко река. Приезжают рыболовы. И много грибников. Потому что в местах хорошие грибов много. Так как я сейчас не могу попасть в свою землянку. Появилась мысль. Может быть весной сделать в этом сосновом лесу. Небольшую. И такую максимально незаметную. чтобы грибники не нашли ее. Интересно, получится ли так сделать. Максимально ее замаскировать. В принципе здесь ее делать абсолютно недолго. Песок роется легко. Сосна пилится. Тоже элементарно. Это не глина и дубовые бревна. Поэтому небольшую земляночку можно сделать буквально за сутки. Поэтому я подумаю над этим. Нужно будет более тщательно походить. Поискать место для новой землянки. Здесь неплохие рыболовные места. Можно будет приезжать на рыбалку. И остановиться на ночь в другую. Поэтому вот так. Вот я и вышел из лесу. Вот уже дорога. Вот река. Ну и по прямой по дорожке. В сторону дома. Поэтому я с вами прощаюсь. Всем спасибо кто меня смотрит. Всего доброго до следующих встреч. Всем мирного неба. Пока.